Балтийский варяг Наши летчики видели, как Щ-408 скрылась под водой с развивавшимся над рубкой военным морским флагом. В 1942 году моряки-подводники из Советского Балтийского флота добились успеха подводной войне. Наши подводные лодки потопили или повредили в Балтийских водах 32 корабля противника и его союзников, тем самым заставив немцев уменьшить количество судов, доставлявших шведскую железную руду в Германию. Планируя кампанию 1943 года, командование Балтийского флота рассчитывало на еще более значительные победы, но и враг не сидел с даже руки. В цели предотвращения прорыва советских подводок в Балтийском море он перекрывает Финский залив, создав двойную противолодочную сеть. Кроме того, немцы дополнительно усиливают противолодочными минами. Не располагая полными разведданными о действиях противника в Балтийском море, в ночь на 19 мая 1943 года из базы на острове Лавенцари вышла советская подводная лодка Щ-408. Командовал ею капитан-лейтенант Павел Пузьмин. Успешно преодолев за трое суток минное заграждение, лодка должна была зарядить аккумуляторы в районе острова Вайнтла. К сожалению, разведка не доложила, что у Вайнтла несут противолодочный дозор немецкие и финские корабли. Очевидно, лодка Щ-408, форсируя минное поле, повредила топливную систерну. Следуя подводному положению, она оставляла на поверхности характерный масляный след, который был вскоре замечен авиацией противника. Атаковать советскую лодку вышли босроходные десантные баржи немцев. Они сбросили несколько глубинных бомб, предполагаемый район залегания под лодки, и стали ждать, когда она всплывет. Ночью, 22 мая, Кузьмин принимает решение передать в Хронштадт радиоторам с просьбой о помощи. После этого подводная лодка всплывает, ее уже поджидают боевые корабли противника. Лодка всплыла буквально в нескольких сотнях метров от немецких кораблей. Начинается преследование советской субмарины. Отважные подводники стали отстреливаться, пытаясь выиграть время на радиопередачу. Командованию отправили на шифровальную радиограмму о том, что лодка атакована у острова Вангла и получила повреждения. Противник не дают заряжаться. Командир Щ-408 просил выслать на помощь авиацию. Пока Райдис передавал радиограмму, экипаж Щуки вступил в актиллерийский бой с тремя кораблями врага. На огонь двух 45-мм Харути советской подлодки немцы отвечали из своих 75-ти и 20-мм пушек. Снаряды противника попали в носовую часть субмарина не менее семи раз. Передав шифровку, поврежденная подлодка начала погружение. Вскоре на месте боя появились финский минный заградитель и стражевой катер, которые сбросили на подводную лодку глубинные бомбы. Наша авиация прибыла на помощь Щ-408 спустя 8 часов. Она нанесла удар по противнику, не причинившим кораблям врага серьезного ущерба. Вместо погружения Щ-408 противник бомбил еще 3 дня. Когда 26 мая прекратились звуки со дна, субмарину сочли уничтоженный. Весной 2016 года в результате совместных действий разведывателя водолазной команды и фельдской команды Зурзона на 72-й метровой глубине была обнаружена погибшая подводная лодка. Санорама позволяла сделать вывод, что найдено именно Щ-408. Как показал подводный осмотр, серьезно повреждения от глубинных бомб на корпусе субмарина не отсутствовали. Это означало, что корабли противника, вышедшие под воду лодку, не попали. Однако рубку субмарина буквально изрешетили снаряды и осколки. Щ-408 серьезно пострадала в террористском бою. У обоих орудий на палубе остались лежать ящики со снарядами. Советские моряки, подводники, были готовы биться до конца. Как выяснилось, при осмотре Щ-408 получила несколько пробоин в корпусе и цистернах. Находящийся под давлением воздух уходил в них. Подняться на поверхность или покинуть район погружения лодка уже не могла. Еще несколько дней подводники, запертые в своей лодке, оставались живы. В сложившихся условиях они могли выбирать, попытаться покинуть созданувшую лодку через торпедные аппараты и верхние люкрубки, а затем сдаться врагу или остаться в лодке, чтобы попытаться устранить неисправности и уйти от противника. Поскольку никаких следов того, что экипаж собирался покинуть Санкт-Марину, не обнаружили, можно сделать однозначный вывод. Экипаж Щ-408 до конца выполнял свой вонский долг. Вот почему аварийные люки лодки остались задраенными. Советских подводников ожидала неминуемая смерть, но они предпочли ее позорному плену. Лодку Щ-408 за мужество ее экипажа прозвали Балтийским варягом. Память о подважных моряках-балтийцах будет жить вечно. Финский залив. Территориальные воды Эстонии. К весне 1943 года финский залив был перегорожен самыми плотными в истории войны минными заграждениями. Кроме того, между оккупированной Эстонией и финским полуостровом Поркала на всю ширину залива немцы натянули стальную противолодочную сеть с диаметром ячеи 1 метр. Им очень важно было не допустить советские подводные лодки на морские пути, по которым в Рейх из Швеции доставлялась железная руда. В мае 1943 года, когда на Финском заливе сошел последний лед, из Кронштадта в боевой поход вышла подводная лодка Щ-408. Командир, капитан-лейтенант Павел Кузьмин получил задачу найти проход между минными полями и попробовать прорваться в Большую Балтику. Из советских, немецких и финских архивов известно, что, выходя в поход в ночь 19 мая 1943 года, Щ-408 успешно прошла одно из крупнейших минных полей на Балтике – Зеигель, которая располагалась у островов Гогланд и Большой Тютерс. Но днем 21 мая, находясь под водой, Щ-408 была замечена по масляному пятну с немецкого самолета. Летчик отбомбился глубинными бомбами и навел на лодку немецкие корабли. Началась охота. Около двух часов ночи 22 мая командир Щуки, видя, что противник не отстает, принял решение всплыть, чтобы отправить радиограмму и вызвать на помощь авиацию. На поверхности субмарину ждали три немецких быстроходных десантных баржи. С ними Щука вступила в надводный бой, чтобы успеть отправить радиограмму. Короткий бой был жестоким. Из сообщений немцев известно, что лодка добилась нескольких попаданий в одну из немецких быстроходных барж. Но и сама получила попадание в район носовой оконечности и рубки. Экипаж нес потери среди артиллерийской обслуги. Павших товарищей тут же сменяли другие матросы. Это подводная лодка, корпус которой до половины ушел в Ил. По очертаниям понятно, что субмарина принадлежит к типу Щука. Все люки задраены. Оба перископа убраны. Линза командирского перископа повернута прямо по курсу лодки. Линза зенитного повернута на левый борт. Вероятно, командир осматривал горизонт непосредственно перед всплытием. Из аппаратуры на мостике осмотру доступен только машинный телеграф. Обе ручки телеграфа в положении стоп. Две 45-мм пушки находятся в боевом состоянии. Установлены съемные оптические прицелы, дульные пробки отсутствуют. Оба орудия развернуты на левый борт. Носовое повернуто на 10 часов. Кормовое на 7 часов. Рядом с ними лежат открытые снарядные ящики, и отдельные снаряды. Значит, перед тем, как уйти под воду, корабль вел артиллерийский бой, что для подводных лодок событие чрезвычайно редкое. Лодка лежит с легким дифферентом на нос. Это означает, что после погружения 22 мая оставшийся в живых экипаж продолжал бороться за жизнь. И как минимум один раз принял попытку поднять субмарину со дна. Повреждения от глубинных бомб финских кораблей, которые пришли на смену немцам и добивали лежащую на дне Ща-408, незначительные. Основные повреждения Щука получила в надводном бою. Все три люка, через которые можно было покинуть затонувшую субмарину, не имеют видимых повреждений, но при этом закрыты. Становится понятно, подводники приняли осознанное решение не сдаваться врагу. Согласно финским документам, из-под воды звуки слышались еще двое суток, а финны продолжали сбрасывать глубинные бомбы. И только утром 25 мая, когда после очередной серии бомб на поверхность стали подниматься большие воздушные пузыри и топливо, противник посчитал Ща-408 погибшей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok